Здравствуйте, я Батагос Алдангарова. О том, что нам несут изменения в закон о правах ребенка, говорим с руководителем Международной школы тренеров детской безопасности Зариной Джумагуловой. Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте, Батагос. Обсуждаемые поправки в закон о правах ребенка вызывают вполне объяснимый резонанс. Общественность волнуется особенно заявлением о том, что в случаях кибербуллинга будут отключаться мессенджеры. Но уже руководители ведомств, отвечающих за кибербезопасность страны, говорят о том, что такие меры не будут применяться в форс-мажорных ситуациях. Что вы по этому поводу думаете? Понятия кибербуллинга и буллинга как такового, вот это понятие внесли в качестве поправки к закону о правах ребенка в Республике Казахстан и в закон об образовании в Республике Казахстан. И это очень важная мера, поскольку до этого мы не могли опираться вообще на то, что существует буллинг, кибербуллинг, как с ним бороться, если нет такого понятия. А сейчас разгорелись такие споры, возмущения в связи с тем, что в качестве меры по борьбе с кибербуллингом предлагается блокировка соцсетей, блокировка интернета и отдельных пользователей. И это связано с тем, что параллельно с поправками к закону о правах ребенка были приняты поправки в другие законы, законодательные акты, в частности законов связи, законов СМИ. И там действительно прописывается, что возможно и назначается вообще уполномоченный орган, отвечающий за блокировку, за реагирование на определенные действия. Каким образом это будет происходить? И как будет фиксироваться именно угроза какая-то? Ну вот смотрите, если мы возьмем отдельно поправки касаемо травли и буллинга, то это четко по сути, понятие, разъяснить, что это такое. И вот от этого отталкиваясь, можно уже принимать какие-то меры на уровне образовательных учреждений, на уровне правозащитных организаций, да, они могут уже ссылаться на эту норму. Но если мы возьмем отдельно поправки к закону о связи, то там не упоминается о кибербуллинге вообще. В принципе, там говорится о правонарушениях, преступлениях против личности, против общества, против государства. Ну и перечисляются конкретно, какие именно действия против нарушения закона о выборах, против призыва к каким-то террористическим, экстремистским акциям, к митингам, которые не согласованы. То есть это мало относится вообще к правам детей. Поэтому вот резонанс, я думаю, вызвало именно такое несоответствие. То есть этого не будет, как я понимаю, да? Потому что локально это невозможно сделать, насколько я понимаю. Даже если существует какая-то угроза, то отключить вот там вот только в одной школе, в одном районе или в одном городе — это нереально. Почему это может быть? Потому что упоминается в поправках операторы связи, которые предоставляют связь на конкретной территории, и в их полномочиях отличать, допустим, конкретные объекты или конкретных пользователей связью. И вот здесь опять, если в разрезе защиты прав детей, если упоминается, что угроза есть именно в отношении ребенка несовершеннолетнего, то да, допустим, сидят у нас люди в колониях и пользуются связью, интернетом, и могут запугивать, могут вовлекать детей в преступления, могут создавать и распространять детскую порнографию, могут еще какие-то преступления онлайн совершать. И там да, если мы хотим их остановить, допустим, вот здесь и сейчас, чтобы они перестали воздействовать на психику ребенка, например, до выяснения, от кого конкретно это исходит, то да, это можно сделать локально. Отключать полностью соцсеть, допустим, через которую происходят преступные действия. Но я здесь не вижу прям такой вот прямой связи и необходимости. Вы входили в рабочую группу по разработке поправок, закон о защите прав ребенка. Какие будут изменения? Потому что проект еще обсуждается. Какие будут изменения? Что нам нужно знать? Меня пригласили конкретно как эксперта, который как практик работает непосредственно с детьми, со случаями, обращениями конкретных граждан по поводу буллинга, кибербуллинга. И моя работа была связана с предложениями касаемо определения данному явлению. Потому что без определения, без понятия в законодательстве мы не можем двигаться дальше. Мы не можем разрабатывать антибуллинговые меры. Мы не можем реагировать, опираясь на то, что действительно это есть. Ну вот простым языком, если мы говорим, допустим, как общественная организация, как активисты, заявляем о том, что в отношении ребенка происходит травля, нам отвечает, допустим, та же школа. Ну какая это травля? Ну травля — это когда весь мир на тебя ополчился. Вот травля — это когда, я не знаю, там, ребенок страдает, там, встать не может, условно. А вот это то, что двое там мальчиков задирают одну девочку, ну какая это травля? Это ерунда, это дети, они перерастут. Или говорят, там, это мальчики, они так выражают себя. Это же девочки, вы же знаете, как девочки там сплетничают, условно. То есть вот такие вот появляются отговорки. Если же мы говорим, что это буллинг, потому что у нас есть конкретно законодательно закрепленное понятие, что вот эти действия подпадают под понятие буллинга, травли, то здесь уже ни одно учебное учреждение, ни один родитель, который будет защищать своего ребенка, говорить, нет, мой ребенок никого не травит, уже не смогут как-то вот апеллировать каким-то своим собственным понятием. Так есть теперь определение, что такое буллинг? И они внесены? Да, именно вот эти поправки внесены в закон о правах ребенка и об образовании. И это то, над чем работала рабочая группа представителя, предлагая закрепить понятие буллинга, травли и, соответственно, кибербуллинга. И, естественно, за нарушение этих прав, да, получается, и возникновение вот этих ситуаций теперь будут нести ответственность. Вы знаете про ответственность, да. Про ответственность единственное, что я увидела, что есть у нас уполномоченный орган по приему заявлений касаемо кибербуллинга. Это Министерство информации общественного развития, МИОР, и что обратившийся по данному поводу имеет право получить ответ в течение трех рабочих дней на свое заявление. И в случае, когда необходимо привлечение сторонних органов, может срок продлиться, срок рассмотрения до 15 рабочих дней. То есть вот порядок рассмотрения жалоб, он сейчас в процессе внесения, да, тоже в законодательство. Но как такового наказания, ну, оно не прописано. Ну, все эти взаимоотношения регулируются у нас административным кодексом, уголовным кодексом. Допустим, оскорбления относятся у нас к уголовному кодексу. Еще какие-то действия хулиганского характера относятся к административным правонарушениям, да, в зависимости от тяжести. Ну, то есть это все уже есть в законах. К сожалению, цифровой мир, он уже настолько вошел в нашу жизнь, что этому действительно нужно уделять все больше внимания. Я очень надеюсь, что в законе прописаны все позиции, которые возможны, все ситуации. Так ли это? Ну, все ситуации в законе не опишешь. Когда мы разрабатывали поправки к закону касаемо понятия буллинг, был в качестве примера приведен, допустим, пункт в законодательстве Украины, что там прописан буллинг как процесс со всеми его видами и какими-то вот группами, допустим, как можно разграничить, что бывает вот такой буллинг, есть такой тип буллинга, как манера воздействия на человека и так далее. То есть там очень такое объемное понятие дано. У нас оно дается кратко, то есть определяется, что это, во-первых, систематические действия унизительного характера, систематически определено больше двух раз. И, в принципе, вот такая конкретика, она нам и нужна была, чтобы четко разграничивать, например, вот здесь конфликт, а вот здесь уже буллинг, когда это повторяется, когда это причиняет вред, носит вот такой вот унизительный характер. В принципе, всего, вот прям каждую ситуацию не обязательно прописывать в законодательстве. Важно на что-то опираться в своей работе, знать, что буллинг, он есть, независимо от того, там, хотите вы этого или не хотите. Если вы не предпринимаете никаких действий, чтобы его не было, то он будет. Так вот давайте о действиях и об угрозах, которые несет кибербуллинг и вообще буллинг. Угрозы у нас явные угрозы, потому что давайте посмотрим статистику по суицидам детей и подростков, плюс попытки суицидального характера, плюс дети наносят себе различные увечья, самое повреждающее поведение у детей, плюс дети ведут себя агрессивно, то есть когда они уже устают защищаться, они переходят уже в такую позицию агрессора. Плюс когда они не видят защиты, когда они не видят справедливости в отношении себя, не видят, как работают законы, защищающие их права, они вынуждены защищаться так, как они считают правильным и могут тем самым тоже наносить вред окружающим. Как таковой статистики по буллингу и кибербуллингу у нас нет, она носит такой вот разовый эпизодический характер. Если бы мы ежегодно отслеживали эту ситуацию, то, наверное, мы бы как-то старались держать ее под контролем. Но многие недооценивают эти угрозы. Допустим, считают, что буллинг — это проблема воспитания, и давайте мы ее предоставим родителям, вот как они считают правильным дома у себя воспитывать ребенка. Но, к сожалению, насилие в семье может выливаться в буллинг в школе. То есть ребенок будет либо объектом травли, либо сам зачинщиком буллинга. Опять же, если школа дистанцируется от этой проблемы, не видит в ней угрозы, то будет способствовать, опять же, развитию буллинга. А угроза здесь в чем? Что безопасность вообще — это базовая потребность каждого человека. И если мы хотим развивать потребности более высокого порядка, потребность в самоопределении, в самореализации, в самоуважении, то мы должны удовлетворять сначала базовые потребности. То есть школа должна быть безопасным местом для каждого. Ну а если школа говорит, что это не наша проблема, мы не видим здесь угрозы, то как мы можем говорить о развитии ребенка, его каких-то навыков высшего порядка. То есть закон может работать и защищать права ребенка только тогда, когда поступают сигналы. Правильно? Да. Кто может быть инициатором этих сигналов? Нужно ли, чтобы ребенок знал о своих правах? Абсолютно. С какого возраста? Абсолютно. Я считаю, что ребенок должен знать о своих правах. Причем подавать их, вот эти знания, нужно определенным образом. Не так, как нам, взрослым. Достаточно почитать закон, конституцию и так далее. Конвенция о правах ребенка четко излагает, какими правами ребенок обладает. Ну, если мы говорим о начальных классах, то там все это необходимо делать 100% в игровой форме, предлагать различные ситуации, и чтобы ребенок их проживал и одновременно понимал, какие права он имеет или какие права нарушаются в данной ситуации какой-то ролевой, игровой. А с учениками средних классов то же самое можно проводить различные там судебные заседания. Детям нравится жить такой вот взрослой, общественной жизнью, да, защищать свои права, защищать права другого, там своего одноклассника, например. Знать, что есть законы, на которые можно опираться, и, соответственно, есть справедливость. Вот эта тяга к справедливости, она же прослеживается всегда у детей до того, как они станут взрослыми. И, конечно, детям важно преподавать, преподносить знания об их правах. Ну и о том, как действовать в случае, когда их нарушают. Это тоже очень важно. Вы сказали о том, что детям интересно. Детям интересно все запрещенное еще становится, да, в какой-то период, вот когда они становятся подростками, они начинают делиться какой-то информацией, которая тоже наносит вред. Это как-то подразделяется? Совершенно согласна. Конечно, дети исследуют, дети увлекаются, и то, что запрещено, да, вызывает наибольший интерес. В том, что дети что-то где-то посмотрят, да, что-то где-то узнают. Бывает, что раньше времени, да. Ну, в этом есть, конечно, определенная угроза того, что они могут по-настоящему увлечься этим, не зная о последствиях, не зная, чем это еще может быть чревато. Здесь очень важна такая тоже превентивная работа рассказывать детям, какие действия являются неприемлемыми, какие противозаконными, где нарушаются права другого человека. Ну, в принципе, когда ребенок знает о своих правах, он одновременно узнает о правах и других людей. Так что это по всем фронтам сразу, можно сказать, бьет. Плюс точечно, да, у нас есть такая тематика, допустим, чтобы дети не вовлекались в распространение наркотиков, например, да, что им дают знание о том, как действуют вот эти группировки, как они вовлекают, на какие крючки они подсаживают, чтобы дети знали эти механизмы и сразу их распознавали вовремя. Вот, или, например, вовлечение в онлайн-проституцию тоже очень актуальная тема, потому что сейчас дети в онлайне очень много времени проводят, есть возможность заработать таким образом, и это легкие, можно сказать, деньги, да, то есть ничего особенного там тебе не нужно делать. Закрыл дверь в свою комнату и, собственно, да, поэтому нужно наупреждение говорить с детьми о том, что такие действия со стороны людей извне, да, являются незаконными, противоправными, преступными. Ограничения, которые существуют для ТикТока, да, для участия там с 13 лет только, то есть это оправдано тоже, да? Ну да, это, конечно, оправдано, потому что детям открывается взрослый мир, и ребенок должен осознанно тоже подходить к этому, что вот, да, я готов, я готов к тому же хейту, да, то есть переносить его психологически, знаю, как пользоваться кнопками пожаловаться, там, удалить комментарии, умею делать скриншот, какие-то такие базовые навыки должны быть. Ну и дети младше 13 лет, они, конечно, обходят этот запрет, просто при регистрации указывают нужный возраст, и регистрируются там вот каким-то вымышленным ником, допустим, и им становится многое доступно. И я сталкивалась с ситуацией, когда ребенок 7 лет разместил какой-то контент на странице ТикТока, и родители обратились, что этот контент является неприемлемым, да, возможно, он угрожает репутации ребенка, да, и важно было удалить, но они потеряли все пароли, и я так поняла, не могли восстановить эти пароли никак. И вот они спрашивают, что нам делать? Я говорю, ну вы пожаловались, да, в службу поддержки, что размещен контент, причем явно ребенком, недостигшим, да, возраста 13 лет. Он говорит, да, мы пожаловались, ждем ответ. Я говорю, вы можете обратиться в Министерстве информации общественного развития, да, чтобы они напрямую как-то воздействовали. Но буквально в тот же день мне ответили, что ТикТок удалил этот контент, и как бы на этом все успокоилось. Ну то есть вред, который может нести даже вот такой канал, да, как ТикТок, он тоже исследуется, и мы это знаем, да. Да, он умеет место быть. То есть любая вообще информация, это, допустим, видео, фото, файлы, которые хранятся на телефоне, даже если ребенок не планирует их публиковать, они могут попасть в открытый доступ через вирусную атаку, через утерю телефона, через чьи-то злонамеренные действия. Поэтому желательно объяснить ребенку, что такие файлы вообще нельзя хранить и нельзя их создавать. То есть контролировать, да, кто тебя снимает, в каком ты состоянии находишься, чтобы у тебя не появилась такая вот компрометирующая информация. Потом есть сейчас вот опять же в связи с этими поправками к закону, объявили о том, что есть представители в социальных сетях, которые находятся как бы на прямой связи с нашим министерством, МИОРом. И в принципе это хорошо, когда при обращении в уполномоченный орган есть возможность мгновенного, скорейшего разрешения вот этой проблемы. Потому что, ну представьте, на ребенка это действует каждую секунду, каждую минуту он испытывает страдания в связи с тем, что опубликовали какие-то его изображения компрометирующие. И здесь нужно действовать оперативно. Ну я считаю, что в автоматическом режиме это тоже может быть решено с социальными сетями, что у них есть и искусственный интеллект, у них есть возможность ранжировать обращения, если они связаны с нарушением прав ребенка, чтобы они рассматривались в приоритете. Вот. Но если в ручном режиме, допустим, туда перекидывается мостик между представителем нашего государства к данной соцсети, и они уже там в ручном режиме исправляют. Давайте вернемся ко всем изменениям, которые были предложены, которые вошли, скажем так, в поправки в закон о правах ребенка. Все, о чем говорилось в ваших рабочих группах, было учтено? Я заметила, что было дано еще определение дискриминации. То есть это тоже важно на это указывать, потому что многие сейчас представители родительского сообщества говорят о том, что буллинг и кибербуллинг это про защиту представителей ЛГБТ, и что якобы эти поправки нам нужны для того, чтобы развратить наше общество и сделать его аналогичным западной культуре. Я вот такие формулировки читаю в комментариях. Дело в том, что дискриминация предполагает собой именно это различие по любому признаку разделения людей на правильных и неправильных, на нормальных и ненормальных, на тех, кто имеет право и тех, чьи права можно не учитывать. Это и есть дискриминация. Я считаю, об этом нужно, конечно, и прописывать, и проговаривать, и разъяснять массам, что дискриминация в любом виде неприемлема, что она и есть корень вот этих проблем насилия, нарушения прав, и в дальнейшем это уже преступность, преступление против личности. Рабочая группа продолжает работать? Есть еще какие-то вопросы, которые нужно обсуждать и вносить какие-то изменения в наш закон? Нет, рабочая группа уже, насколько мне известно, прекратила работу вот с момента передачи этих поправок в Можилис на рассмотрение, и Можилис принял эти поправки и передал их уже в Синаму. То есть вас устраивает, да, теперь закон вот в том виде, который он есть? Смотрите, меня пригласили в качестве эксперта касаемо создания вот этих поправок по определению буллинга и кибербуллинга. То есть моя работа была в мини-рабочей группе, которая рассматривала только вопрос определения данному понятию. Я думаю, другие эксперты работали над другими поправками, о которых я узнала вместе со всеми из СМИ. Ну хорошо, будем изучать, будем рассказывать детям об этом, потому что права наших детей должны знать не только дети, но и родители совершенно, да, в полной мере, подробно, для того, чтобы знать, когда и как нужно реагировать на эти все ситуации. Да, я действительно сталкиваюсь именно с тем, что сами родители не знают, как защищать права своих детей и даже не подозревают, что они являются законными представителями своих детей. И к нам в антибуллинговое сообщество обращаются родители, столкнувшиеся с буллингом и кибербуллингом в поисках поддержки, в поисках какой-то психологической помощи, юридической помощи. И мы вот по мере своих возможностей вместе с группой специалистов стараемся их в этом плане поддержать. А вообще куда они должны обращаться в таких ситуациях? Ну вообще хотелось бы иметь уполномоченный орган на местах. Допустим, вот у нас есть местная полицейская служба в каждом регионе или в каждом городе, чтобы был такой отдел, который занимался бы конкретно нарушением прав детей и через онлайн-ресурсы, и напрямую тот же самый буллинг и кибербуллинг бы относились к их функционалу. Сейчас у нас, если мы говорим о кибербуллинге, максимум, на что мы можем рассчитывать, это отделка в полиции, в правоохранительных органах, которые работают по киберпреступлениям. Но их чаще интересуют преступления более масштабного характера. Кибермошенники или преступления против какой-то государственно-национальной компании или взлом аккаунтов серьезных. Но когда речь идет о переписках семиклассников, то правоохранительные органы здесь как-то не особо заинтересованы в этом разбираться. А хотелось бы, чтобы на уровне школ, на уровне города, что происходит, вот эти проблемы, они выносились и решались какими-то местными силами. Не обязательно сразу писать в министерство, а можно обратиться к кому-то, кто рядом, кто близко. Ну, я буду думать, что мы к этому придем, потому что нам важна судьба каждого человека и каждого ребенка. Спасибо большое, что вы этим занимаетесь. Спасибо вам за сегодняшнее интервью. Всего доброго. До свидания. До свидания.